Музыка Всегда нужно слышать людей, уважать и делать свою работу ответственно, отвечать за нее, быть честным. Музыка К восьми утра Юлия Пилипук спешит по знакомому адресу. Девушка работает продавцом в агрогородке Большой Матыкалы. Какой сок любишь? Яблочный. Есть у нас груша, ягода груша, черника. Молодой продавец, как и ее коллеги по работе, отлично понимают. Каждый из нас не только потребитель, но и создатель качества. И несмотря на то, что магазин сельский и относительно городских маркетов небольшой, здесь, что называется, все держат марку и борются за качество. Стараемся. Магазин наш один из лучших в райпо магазинах. Поэтому все зависит от нас, как мы будем к покупателю относиться, как мы его будем встречать. Будет ли насыщен магазин товаром, ассортиментом товара. От этого зависит ведь наша зарплата. В обязанности продавца входит обслуживание покупателей на кассах, пополнение торгового зала, приемка и выкладка товара. И все это должно быть на высшем уровне. Для того, чтобы освоить профессию, молодому специалисту порой приходилось нелегко. Но Юлия Пилипук, пройдя путь становления, о своем выборе специальности не жалеет. По распределению я попала в начале в ЦУМ, в наш Брестке, отработала там, мне, конечно, понравилось, но потом я ушла в декрет. И уже с декрета я пришла работать в райпо. Пришла я 4 года назад, была продавец 4-го разряда. Проработав 2 года, я поехала на высшее, в Барановича, и я получила 5-й разряд. Вместе с практикой приходит и опыт, и уже сейчас девушка не теряется даже в нестандартных ситуациях и ко всему относится доброжелательно. Был момент, как ребеночек забегает, и кто откусит яблоко, тот возьмет кинтер-сюрприз, откроет без разрешения уже своего родителя. Вот, конечно, мы не ругаемся, мы, конечно, родители заплатят. Я считаю, что в любой ситуации нужно оставаться человеком. Я так всегда на работе говорю, когда есть определенные моменты, может быть, и недовольный покупатель. Но я прошу, конечно, чтобы он тоже нас понимал. В коллективе магазина молодым специалистам рады. Ведь молодежь не просто перенимает знания у профессионалов, но и приносит с собой новые идеи и подходы к работе. У нас есть, конечно, и уже кадры, которые давно работают. Но когда приходит молодежь и учится у нас, и когда у них все получается очень быстро, и они стараются, мы это приветствуем. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы больше молодежи шло. Я тоже когда-то начинала продавцом. Я знаю эту работу с самого нуля. Потихоньку росла. Ну вот, доросла до заведующей. Юлия Пилипук тоже не собирается останавливаться на достигнутом. Она хочет развиваться и расти в профессии. А с таким ответственным подходом к работе, как у Юлии, можно не сомневаться. У нее все обязательно получится. Я считаю, что каждая профессия нужна. Будь то это продавец, будь это дворник, будь это стоматолог. Потому что любые профессии нам нужны. Каждый человек обращается к нам. Я как продавец, я пойду лечить зубы. Я хочу, чтобы тоже ко мне ответственно человек подошел. Истоки такого уважительного отношения к работе другим людям нужно искать в детстве. Их заложили родители девушки. Наверное, самое главное, что мне родители подарили, это, конечно, жизнь, доброта. У меня добрые родители. Они нас воспитывали в честности, не строгости. Они нам не запрещали и доверяли нам. Сейчас Юлия и сама уже мама. Она замужем и вместе с супругом воспитывает дочь Софию. И очень дорожит своей дружной семьей. Для меня семья, это значит, что один за всех и все за одного. Так как мы живем в свекрови, свекрам, вот я очень им благодарна. За то, что они нам помогают. Так как мы еще строимся, конечно, много всего еще нужно. Вот, с ребеночком нам помогают, когда нас нет дома. Свекровь, как и любая мама, желает своим детям счастья. С Юлей у нее прекрасные взаимоотношения. И она также хорошо отзывается об отношении своей невестки к работе. В маленьком населенном пункте это особенно важно. Ведь здесь все друг друга знают. Приходя даже в наш сельский магазин «Родный кот», когда я вижу лицо своей невестки Юли, такое радостное настроение, потому что она всегда приветлива с покупателями. Всегда может предложить любую покупку очень красиво. Так что никто не сомневается, что это есть так на самом деле. Старается, уже работает немало лет, ставит перед собой цели, хочет достичь, хочет получить высшее образование. Поэтому и для этого тоже в нашей стране тоже многое как бы есть. Свободное от работы время Юлия проводит в кругу семьи. Она настоящая хозяйка, поэтому знает, как порадовать близких чем-нибудь вкусненьким. Любит повозиться в огороде и прогулки на свежем воздухе. В целом девушка выступает за активный образ жизни. В свободное время мы катаемся на роликах, на самокатах. Вот природа, конечно, выходим на природу, где-то какие-то пикники устраиваем. Так как, конечно, у нас есть эта возможность, и нам это нравится, природой соединяться, так сказать. Муж у меня мастер спорта по амрестлингу, вот тоже его поддерживаем всегда. Много времени Юлия, как и подобает любящей и заботливой маме, проводит с дочкой. Уделяет внимание ее развитию, старается приобщать к работе, воспитывать на традиционных ценностях, где семья и родина на первом месте. Хочу, чтобы мой ребенок в будущем тоже рос без войны, чтобы он видел только чистые наши прекрасные леса, города, вот, чтобы тоже как-то прививалась вот эта свобода действий, чтобы было свое именение. После замужества девушка переехала из областного центра с его многочисленными удобствами и развитой инфраструктурой, в том числе и транспортной, в агрогородок с тихой и размеренной жизнью. Но об этом она ничуть не пожалела, ведь жизнь на селе имеет свой вкус. В Бресте, конечно, много чего там поближе есть, но даже несмотря на это, насколько мне тут уютно, свежо, всегда рядом работа. И еще одна такая причина, почему плюс большой жить даже за городом, настолько ты выйдешь на улицу, тебя сразу перед носом. И травка зеленая, и можно босичком пробежаться, как для ребенка, так и для нас. Огород всегда можно и скушать вкусную свежую клубничку, не надо и бежать на рынок покупать, у нас это все свое. Картошечка, лучок, вот настолько свежий воздух. На селе Юлия живет вот уже 10 лет и признается, теперь ни за что не сменила бы свое местожительство на город. Тем более, что в больших матыкалах есть все для качественной и уютной жизни. Для нас тут удобно стало. У нас построили новую амбулаторию, как медицина, у нас все есть, есть матология, ну все просто в матыкалах. Вот у нас есть школа, у нас есть музыкальная школа, там очень много и танцы детки занимаются, рисование, и портопиано, там получается все, и кафе у нас новое построили, тоже очень красивое. Поэтому тут все есть. К нам приезжают тоже отдыхать, потому что настолько свежий воздух. Я думаю, лучше места нет. Да и в целом, стоит сказать, Юлия очень гордится тем, что родилась именно в Беларуси. Здесь считает она есть все, что нужно человеку для счастья. Вообще наше государство, я его люблю за чистоту, за такое, можно сказать, высказать свое слово, свое мнение. Вот, чтобы куда-то переехать, даже в голове такого не было, потому что мне тут все нравится. Нашей стороне, считает Юлия, у молодежи много возможностей для счастливой жизни и самореализации. Образование, есть разные конкурсы, показывай себя, учись. Вот, для нашей молодежи очень много всего тут доступно. Вот, много профессий получают. Горжусь, что я родилась в Беларуси. На свое будущее у девушки тоже есть вполне определенные планы. Получить диплом о высшем образовании, стать товароведом, дострой дом, а еще родить Софии братика. Главное, у Юлии есть уверенность, что во всех начинаниях государства поддержит молодую семью. А потому сделать свою жизнь лучше и качественней может каждый. Людмила Логодич, Андрей Щерба, знак качества прибужья. Редактор субтитров А.Семкин